Давайте немного помолимся, попросим благословения Бога на эту неделю. Абба, мы приглашаем Твое присутствие на этой неделе. Напомни нас, Ты знаешь, что мы нуждаемся в Тебе. И пускай Дух Святой поможет мне преподавать, а остальным учиться. Это очень важная книга, и очень важно ее понимать. И мы просим во имя Ишуа. У меня есть конспект лекции, некоторые заметки, но их я не смог найти. И поэтому, вместо того, чтобы дать Вам конспект лекции, я скажу Вам, что Вы должны будете записать. Это очень простой конспект, план. Это первый пункт. Это первые 11 глав. С Дня Творения и до Авраама. Второй пункт. Глава 12, стих 1. До 25, стих 18. Авраам. Затем 25, стих 19. До 28, стих 9. Исаак. Четвертый пункт. Чаптор 28, 10. До конца 36 главы. Яков. И затем 37, 50 главы. Иосиф. Вы можете по-другому составить план. Вы можете составить более детальный план. Но такой образ планирования книги бытия Делать больший акцент на тех местах, на тех моментах, которые я считаю более важными. На патриархах Израиля. На патриархах Израиля. И на цели Бога создать одну семью. Через которую придет полнота благословения на всю землю. Существуют две основные концепции в книге бытия. Если вы на самом деле поймете эти идеи, то это поможет вам понять всю книгу. И так же остальную Библию. Почти каждые основные идеи во всей Библии все основные идеи можно найти в книге бытия. Я хочу вам дать эти идеи. Первое – это благословение. Второе – завет или обетование. Третье – жертвенник и жертва. Четвертая идея – семя. Пятая идея – земля. Земля израильская. Мы будем говорить о множестве идей, которые содержатся в книге Берешит. Но это основные идеи. И я бы предложил вам, чтобы после этого класса все вы прочли книгу бытия. И каждый раз, когда вы заметите эти идеи, то отметьте эти стихи, в которых они содержатся. Поэтому так вы очень хорошо сможете сделать повтор класса. И увидеть даже более полную картину того, как это развивалось. И я только что вспомнил что-то. Я должен написать тест для этого класса, не так ли? Благая месть. Кто бы не хотел сдавать тест? Все хотят сдавать тест. Да, конечно. И поскольку каждый хочет сдавать тест, я дам вам очень хороший тест. В начале Бог создал небо и землю. Не существует объяснение. Это простое утверждение факта. Первая буква в алфавите иврита – бейт. Вы все знаете, как это выглядит. И раввины говорят, причина, почему буква бейт является первой в еврейском алфавите, это потому что мы не должны спрашивать, что было в начале. Что было вверху или внизу. Что все исходит из бейт только в одном направлении. И это то, что открывается нам. И это то, чем мы должны довольствоваться. И это вопрос только простой веры. Верить, что Бог, личный Бог Израиля, стоит за всем. Существует одна мистическая концепция в иудаизме, где говорится, что Бог скрывает себя. Можно сказать, что до сотворения всего был только один Бог. Бог в Его славе. И в Библии говорится, что никто не может увидеть Бога и выжить. Или же, иными словами, никто не может выжить в полноте этого сияния, света, которое исходит от Бога. И позже мы читаем в Торе, когда присутствие Бога наполнило храм, священники даже не могли продолжать служение. Было невозможно даже подойти ближе. Поэтому, чтобы Бог мог создать что-либо, он должен был немножко скрыть себя. Понятно это? И мне это нравится, такая священная идея. Поэтому Бог в Своем творении, но не в Своем полном проявлении, не во всем том полном свете и сиянии. Также это может указать нам еще что-то. Бог — это не то же самое, что и Его творение. То, что присутствует в индуизме, в буддизме. Вера, которых является пантеистической. Существует Бог и Его творение. И отделение между тем и другим. Одно из тринадцати утверждений еврейской веры гласит, И утверждает, что Бог — это не то же самое, что было сотворено. Не то же самое, что творение. И существует очень обширная разница между Богом и творением. И по еврейскому календарю мы находимся почти в пять тысяч восемьсотом году именно человеческой истории. И как мы праздновали на прошлой неделе Роша-Хошана. И какова же одна из идей раввинов насчет Роша-Хошана? Помните? Это когда Бог создал мир. Правда? Вы знаете это, слышали это. Да? Хорошо. Если вы посмотрите на исследования археологов, то они говорят о более чем шести тысячах лет человеческой истории. И, конечно, если вы поговорите с астрофизиками, то они скажут, что Вселенная существует тринадцать целых семь десятых миллионов лет. Как же мы сможем это понять? И в научном мире существует несколько теорий, каким образом появилась Вселенная. Я не могу вспомнить имя этого физика, который... который открыл то, что Вселенная расширяется, увеличивается. Кто из вас когда-либо изучал такие науки? Естественно, науки. Это очень интересно. И они верят, что Вселенная расширяется, и когда-то по времени было у Вселенной начало. Также некоторые верят в стабильность Вселенной, что материя постоянно создается и разрушается. Я хочу удостовериться в том, что мой голос продержится до часа двадцати. Это было в девяностых годах прошлого века. Когда американская программа был послан на телескоп Хаббл. Мне кажется, что даже по этой системе было открыто в том, что те планеты, которые находятся дальше всего от нас, они светятся красным светом. И те звезды, которые дальше от нас как бы удаляются от нас быстрее. Ну, все равно, это не занятие, это не предмет по науке. И когда телескоп Хаббл был поднят вверх, то они смогли сделать некоторые научные открытия, которая доказала для ученых теорию Большого Взрыва. Слышали об этом? Ну, интересно, что многие такие очень известные ученые стали верующими в то время, уверовали в то время. Ну, это не стало общеизвестным. Что же произошло? Что теория Большого Взрыва доказывает то, что во Вселенной было начало как бы на отрезке времени. И многие ученые увидели это как бы начало Вселенной по времени. И это значит, что когда-то вообще ничего не существовало. И затем вдруг внезапно появилось что-то. И это для них означало создание или создателя, творца. И поэтому многие из них стали верующими. И самые известные физики в мире в наше время это доктор Стивен Хокин. Самый известный. Он из Англии. Он очень умный. Он имеет заболевательное физическое болезнение. Его тело разрушается постепенно. Его тело, оно как бы разрушается постепенно. Он находится в инвалидном кресле. И он еле-еле может разговаривать. И только 2-3 человека могут понять, о чем же он говорит. Но он говорит, с помощью своих математических вычислений. Он может нас вернуться к тому, когда универсия были фракции секунды. Что это фракции? Фракции. Как миллисекунд. Миллисекунды секунды. Это время? Да, время. И он может нас как бы подвести к тому времени, когда Вселенная существовала миллионные доли секунды. Поэтому он говорит о единственности. Это так он называет. Это единственность. И он говорит, что в начале была единственность. Он называет это так, потому что не знает, как же по-другому можно это назвать. Это время, когда ни один из тех физических законов, существующих в наше время, на Земле, их вообще не было. В начале, в соответствии с Стивеном Хокином, все, что существует в настоящем физическом мире, в настоящем физическом Вселенной. Миллиарды, миллиарды звезд, которые находятся на расстоянии миллиардов световых лет от нас, все существовало на пространстве или в пространстве меньшем, чем шарик ручки. Понятно, что он говорит? И затем взрыв. И Вселенная размножилась, распространилась, и вот теперь, в каком положении находимся мы сейчас. Может ли Вселенная насчитывать 13,7 миллиардов лет? Ничего в Библии не указывает против этого. И есть несколько причин этому. Один еврейский теолог вывел такую идею, что только на четвертый день появились звезда, Луна и Солнце для определения времен, для определения времен, периодов. Поэтому, вероятно, что все, что было создано до того, не обязательно это означает в день, и, вероятно, какой-то неопределенный период времени, отрезок времени. Может ли Бог вместить 13,7 миллиарда лет в один день? Конечно, да. Почему бы и нет? Но так ли это было? Мог ли он создать такую Вселенную, которая молодая, на самом деле, но выглядит по-старому? Конечно. Но я думаю, что Богу нравится научные открытия человека. Исторически многие верующие ученые понимали, что они пытаются открыть Божьи пути. И в современный период произошло большее разграничение между наукой и религией. Второй стих. Земля же была безвидна и пуста. Как там говорится, безвидна и пуста. Слово. И часто в иврите используется слово не то, что она была, но она стала безвидна и пустой, как в прошлом времени. И поэтому одна из теорий таких библейских теологов то, что в начале была создана жизнь на Земле, которая была полностью уничтожена, и Бог все начал заново. И когда Бог говорит человеку снова воссоздать Землю, может быть, в этом уже есть идея обновления, нового создания. И иногда в Библии вот эта идея, что кто-то родил кого-то, это не означает только прямого потомка. Иногда это используется для обозначения двух или трех поколений, даже после этого человека. Например, кто-то родил кого-то другого. Это просто может означать, что он стал предшественником этого человека. И, возможно, между ними существовали еще несколько поколений. И поэтому генеалогические схемы можно расширить больше, чем 6 тысяч лет. Ну, не до 13,7 миллиардов лет. Но, знаете, 10, 15, 20 тысяч лет. Я думаю, что это поможет нам понять эти археологические доказательства. Например, город Иерихон в Израильской земле. Археологи говорят, что он был построен еще за 9 тысяч лет до нашей эры. Поэтому я не верю, что это как-то противоречит библейским доказательствам. Вы еще со мной? Ну, я только что начал учить. Окей, окей, окей. Погоди, не еще. Три минуты. Три минуты. Я хочу, чтобы вы имели это понимание. Потому что мы общаемся с людьми из мира, которые думают, что наука противоречит библии. И, очевидно, что я так тоже не думаю. Ну, я не верю в эволюцию Дарвина. У Дарвина было много проблем. Но я не буду об этом сейчас говорить. Но логические проблемы. И абсолютно нету никаких доказательств как бы в ископаемых, которые найдены. Доказательств того, что были какие-то переходные формы, переходные виды животных. The only evidence we have is that species have died. Certain species have died. Of what? The only evidence we have is that certain species have become extinct. И единственное доказательство, которое у нас есть сейчас, что некоторые виды, они стали, как бы, отдельными. Но нету никаких доказательств в человеческой истории новых видов, которые были создаваемы. Поэтому у Дарвина большие проблемы. Давайте перейдем перерывы и дальше продолжим.